Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы делаем с вами абсолютно честный обзор на Кениоцу, единорога в нашей игре. Почему единорог? Потому что эта машина отличается от всех, кто есть. 550 танков в игре и только вот этот малыш третьего уровня занимает первое место по имбовости. Почему именно так? Сейчас попытаюсь разъяснить. Для тех, кто знает, кто такой Кениоцу, я думаю, что мои разъяснения будут излишними, они понимают, почему у меня эта машина вызывает дикое восхищение. Ну а для тех, кто не знает, расскажу. Данного малыша в свое время всего один раз выставили разработчики на продажу. Сами того не ведая, они создали инбу, которая покорила миллионы игроков своим присутствием в игре, но, к сожалению, только несколько сотен игроков смогли позволить себе приобрести данную машину. После этого, когда разработчики увидели, чего они натворили, они забрали данную машину навсегда и сказали, что никогда эта машина не появится больше ни за голду, ни за реальные деньги и вы не будете иметь возможности выбить ее из какого-либо контейнера. Я больше чем уверен, что если Кениоцу появится на продаже, то ребята, которые понимают толп в танках, однозначно будут его покупать за любые деньги. Я больше чем уверен, что готовы будут за него заплатить цену годной десятки, а то и дороже. Почему именно так? Дело в том, что данная машина очень сильно похожа на коллекционного Кени, но похожа только внешне. Как вы видите, даже внешне есть определенная разница, углы, допустим, вместо закругленности спереди и есть разница немножечко по внешнему виду башни. По броне данные машины абсолютно одинаковые. Вот Кениоцу, а вот обычный Кени. Короче говоря, в целом практически ничем не отличаются. Если прям сильно присмотреться, каких-то 10 отличий вы безусловно найдете. Так в чем же фишка Кениоцу? Фишка Кениоцу в его орудии. Дело в том, что орудие обычного Кени обладает всего лишь двумя снарядами и временем перезарядки в 6,5. Что касается нашего героя Кениоцу, то здесь, ребят, у него в два раза больше снарядов, а время перезарядки в два раза меньше. И благодаря этому, благодаря Альфе в 40 единиц за каждый выстрел, вы имеете заявленный ДПМ в 1920 единиц. Что это такое? Кто-то скажет, что да в принципе не так уж и много. Вы, ребят, сначала посмотрите на технические характеристики всех машин. Я посмотрел на все машины третьего уровня и не нашел никого, кроме Валентайна АТН, который хоть как-то приближается по ДПМу. 1500. Я поднялся на уровень выше и обратил внимание, что даже на четвертом уровне нет ни одной машины, которая повторяет данный ДПМ. Я поднялся еще на уровень выше и на пятом левеле я обнаружил всего несколько машин, которые чуть лучше по ДПМу или хотя бы равны ему. Это Матильда Блэк Принц с ее двумя тысячами. Это коллекционная машина Су-85ИМ с двумя тысячами. Матильда Блэк Принц там и есть еще Конор Гневный и Мангал. Все, ребят, помимо вот этих машин, больше, начиная с третьего и по пятый уровень включительно, нет никого, кто может сравниться с Киньотсу по его ДПМу. ДПМ просто зашкаливающий, при этом всем разработчики еще и не обделили его доходность 183%. И честно говоря, даже если бы разработчики поставили ему минус 100% доходности, я все равно больше, чем уверен, что было бы огромное количество желающих приобрести себе данную машину сугубо ради фана и в коллекцию то, чего больше в принципе в игре нет и не будет. Представьте себе, что вы обладаете каким-нибудь автомобилем, которых всего там 100 или 200 единиц на весь мир. Но это действительно обалденное ощущение. И что касается процента по победам, то здесь красуется 60%. Да, есть ребята, которые дают процент по победам больше и на Киньотсу я уже имел честь поиграть и скажу вам откровенно, не все бои были победные. И вырезать из сегодняшнего обзора я тоже в принципе ничего не собираюсь, как обычно. Но что-то все-таки в Киньотсу есть. Когда ты за бой можешь нанести 2000 урона на третьем уровне, ты чувствуешь себя не то что имбой, ты имбища, которая просто всех разрывает. Пока мы запрыгиваем в бой, я хочу пригласить всех вас к себе на дискорд сервер. Там вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам. Вы можете посмотреть новости игры, которые публикуются в соответствующем разделе сразу, как только они появляются в официальных источниках. А еще есть раздел, который поможет вам не пропускать видео на канале. Там публикуется информация, что вышло, когда и соответственно можете по ссылке перейти посмотреть. Переходим сразу в бой, дожидаемся запуска, поедем повоюем. Параллельно с этим приглашаю всех ко мне на стримчики, которые проходят по субботам, где все подписчики моего канала имеют возможность выиграть абсолютно честно, рандомно в ближайшую субботу особый пропуск на батл пасс этого месяца. В дальнейшем каждую субботу будут разыгрываться другие призы. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки видосом. В течение недели смотрите видео на канале, пишите комментарии под ними, обязательно указывая свой никнейм. И это даст вам возможность зарегистрироваться на прямой трансляции и поучаствовать в розыгрыше. Более подробная информация по ссылке на видео, которое есть в описании к данному видосику. Переходите, посмотрите, я думаю вы все поймете. Что такое киньоцу? По движениям в игре это в принципе тот же самый проходной, господи, проходной, коллекционный обычный киньи. Но когда ты начинаешь стрелять из этого орудия, ты понимаешь в чем действительно разница между этими машинами. Ты действительно крайне быстро перезаряжаешься. Я абсолютно не задумываясь нажимаю на кнопку перезарядки орудия, потому что понимаю, что я не замечу, как пролетят эти 3 секунды перезарядки. Ну и соответственно я уже опять смогу быть полезным. Да, киньоцу очень часто бросает к четверкам. И это не очень хорошо, потому что пробитие у киньоцу не такое уж и классное. И порой приходится стрелять голдой, но в принципе даже если бы голда стоила по 3-5 тысяч за выстрел, я бы все равно брал данную машину и с удовольствием бы заезжал на ней в бой. Просто для того, чтобы получать удовольствие от того, как бодро я могу отбрасывать 4 снаряда, делая больно даже четвертым. Я не знаю, сколько я урона нанесу за этот бой. Мне кажется, что не так уж и много. Глядишь на какой-то косарик с копейками, я выйду. Но возможность поиграть на единороге, это действительно стоит того, чтобы в эти бои заходить. Это стоит того, чтобы подождать 2-3 минуты томительного ожидания захода на третий уровень. Это действительно стоит того, чтобы зайти в бой, и хоть ты и боишься слиться, потому что картонный, продолжать воевать. И вот это дикое желание рваться в схватку и разбрасывать барабан за барабаном, оно действительно стоит того. И что самое интересное, что на данном орудии ты не ощущаешь, абсолютно, ребят, не ощущаешь времени перезарядки. Ты просто в любой момент стреляешь, когда тебе это надо. Это действительно очень клево. Сейчас не знаю, чем дело закончится для меня вот с вот этим вот товарищем, но по крайней мере, какого-то урона я ему точно смогу нанести, и я уже опять перезарядился. Действительно какая-то чума. Просто бега чума. Пускай я не сделал много фрагов, но хочу посмотреть на результат по бою и скажу откровенно. Те зашкаливающие эмоции, которые меня переполняют в процессе игры, они не сравнятся вообще ни с какими цифрами, которые сейчас будут по результатам этого боя или какого-либо другого. Я искренне завидую обычной такой, знаете, белой завистью тем ребятам, которые в свое время успели себе его купить. Да, пускай немного, и по ощущениям у меня было, что я накидаю 1000 урона, всего лишь 600. Как есть, так есть. Но, ребят, ощущение фана, оно просто тебя не отпускает. И да, пускай по фарму я не ушел там в какой-то большой плюс, да даже если бы я ушел в большой минус, меня бы это все равно не останавливало. Мне хочется все больше и больше брать данную машину, заходить на ней. И единственное, единственное, что меня крайне сильно расстраивает, так это то, что нет возможности дать понять ребятам, которые в бою, что я киньоцу. Вот знаете, когда ты едешь на каком-то коллекционном автомобиле, но никто не знает, что он коллекционный. Ну вот как-то так. Вот такое приблизительное ощущение от того, когда ты играешь на киньоцу. Может кто-то и знает, просто сейчас чат в игре заблокированы, никто не пишет в чате по поводу того, что о, имба, легенда. А может просто те, кто сейчас играют, не понимают и не знают, что это такое. Я больше чем уверен, что многие игроки думают, что киньоцу это тот же самый киньи, просто в каком-то камуфляже, который добавляет ему дополнительного названия в игре. Ну вот знаете, типа как там пиранья, да, или акула. То есть считает, что это просто не больше, чем добавочное, путая его с коллекционкой обычной. Не знаю, не знаю. Ребят, пишите в комментариях, кто знает, кто такой киньоцу и почему он настолько известен. А главное, пишите в комментариях, а хотели бы вы себе киньоцу или хотя бы возможность на нем сыграть пару каток. Ну что, поехали. Мы опять против четверок. Это не очень хорошо для киньоцу. В частности, проблема заключается в Матильде. Я не хочу с ней сталкиваться, потому что Матильде мне противопоставить просто нечего. Сейчас даже попытаюсь переехать. Поеду туда к круизеру четвертому. Попытаюсь с ним возле маяка там что-то поделать. Плюс-минус годное, конечно. Ну а что конкретно получится, это мы уже по результатам увидим. Ну что, погнали. Я даже специально не одевал абсолютно никакой каму на данную машину, потому что мне хочется, чтобы она выглядела вот так, как она должна выглядеть. Вот так, как она выглядела, когда появилась тогда на продаже. Абсолютно простой, абсолютно зеленый танчик, который ничем не отличается от других на своем третьем уровне. Так, ну вот этого брата-то точно доберем. Сразу на перезарядку и поехали. Вы знаете, ребят, я вот в такие моменты удивляюсь тем игрокам, которые считают, что на третьем уровне делать нечего, что это помойка, что там нечем заняться, что это все только для раков и так далее. Мне кажется, что такие игроки, они не совсем понимают, в чем смысл игры. Они не совсем понимают, что смысл игры в получении удовольствия, в фане и в веселье, которое игра может тебе приносить. Если она тебе приносит этот фан и веселье на третьем уровне, то в этом нет абсолютно ничего страшного. Какая разница, на каком уровне получать удовольствие. И не надо путать божий дар с яичницей и говорить о том, что основной смысл это набросать какого-то среднего урона, сделать какое-то определенное количество фрагов или заработать какое-то определенное количество серебра за бой. Главное, ребят, чтобы когда ты выходишь из боя, на твоем лице была улыбка, и даже если ты проиграл этот бой, но после него улыбаешься, и у тебя внутри есть теплое ощущение кайфа и преподнесенное настроение, я бы так его назвал, тогда ты достиг того результата, которого ты должен был достичь по результатам боя. Я сделал три фрага сейчас, абсолютно не напрягаясь, мои эмоции переполняют меня, и меня просто разрывает изнутри все переживаемые мною ощущения от игры на Киньоццо. Я не знаю, с чем их сравнить, ни один танк в игре пока не давал мне такого удовлетворения. Даже вывозя всего лишь по 600 единиц урона, я все равно продолжаю кайфовать. И, наверное, в этом, именно в этом фишка Киньоццо, и, наверное, эта фишка гораздо важнее и гораздо больше весит, чем его ДПМное орудие, которое, кстати, можно реализовать, у меня было такое, что я на нем делал по 2-2,5 тысячи урона. Как бы смешно это ни казалось, у меня получалось это делать. Вот такой вот он Киньоццо, который дарит массу позитивных эмоций, и я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь разработчики, хотя бы разок еще, дадут возможность всем желающим приобрести себе его в коллекцию. В конце концов, я не думаю, что это похоронит третий уровень. Его больше хоронит факт того, что заходить необходимо в него по 3-5 минут порой, а иногда и дольше. И мне кажется, что над этим разработчикам тоже стоит подумать. Все-таки не только на восьмом уровне кипит жизнь, и я уверен, что многие хотели бы кататься и в песке периодически, для того, чтобы просто фаниться и получать удовольствие. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Это был абсолютно честный обзор на Киньоццо. Подписывайтесь на канал, жду вас на прямых трансляциях. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.